Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, я священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем разбирать первое послание апостола Павла Коринфянам. В предыдущем ролике мы говорили с вами о первой главе послания Коринфянам, а также мы еще говорили о том, на какой почве возникло это послание, какие предпосылки были и как апостол Павел проповедовал в этом торговом городе. Сегодня нам необходимо будет немножко вспомнить предыдущую информацию о том, что в Коринфе сложилась неблагоприятная ситуация вокруг разделения коринфской паствы на определенные партии. Некоторые говорили «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин» или «я Христов». Скорее всего, это было несколько партий, отождествляющих себя с определенным именем того или иного проповедника. Далее из первой главы мы с вами делаем вывод, что, скорее всего, риторическими способностями апостола Павла Коринфяне некоторые были недовольны. И во второй главе эта мысль будет особенно развита. Первый стих второй главы. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Второй стих. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Нужно обратить внимание на следующее. Для античного человечества, привыкшего в тот момент к разнообразию философских школ, привыкшего к очень четкой и важной составляющей для проповедника, такой как риторика, преподнесения той или иной мысли в красоте и извитии словес. Апостол Павел мыслился несколько косноязычным. Ряд библиистов считает, что вообще у апостола Павла были определенные проблемы с речью, и, возможно, он даже заикался, хотя, естественно, на страницах Священного Писания мы не находим подтверждения этому факту. Апостол Павел говорит о том, что он проповедовал Слово Божие не в превосходстве слова или мудрости. Мудрость по-гречески «софия». Два термина «софия», «мудрость», «мория», «глупость» будут играть в этих главах и последующих некую такую роль игры слов, которую мы сможем увидеть, правда, лишь в греческом тексте. Так вот, апостол Павел говорит, что он рассудил быть у коринфян, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Дело в том, что, конечно, центральное место в проповеди апостола Павла является, естественно, Христос. Она всегда христоцентрична. Но ведь мы с вами знаем, что из самого даже послания к коринфянам апостол Павел не только проповедует о распятии, но и о воскресении. Почему в данном случае он делает упор именно на распятие? Потому что для людей, воспитанных в языческом представлении о богах, богах, которые мстят за себя, богах, которые представляются некими такими завоевателями, вдруг Господь славы распинается, подвергается самой позорной и одной из самых мучительных казней, придуманной в Римской империи. «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Мы с вами знаем, что апостол Павел провел время в Коринфе порядка полутора лет. Эта община была ему очень хорошо знакома. И мы знаем также, что у апостола Павла, на это он ссылается не раз в своих посланиях, была немощь. Он называет это «жало в плоть», «ангел сатанин», на это он обращает внимание и в послании к Галатам, например. Так вот, апостол Павел бывал в немощи, а для оратора внешнее очень важно. По крайней мере, в языческом, классическом отношении к ораторскому искусству внешний вид и внешнее здоровье, сложенность тела играла очень важную роль. А здесь апостол Павел говорит, что он был у них в немощи. Значит, в этот момент, может быть, в течение этих полутора лет было обострение его какого-то хронического заболевания, может быть, глаз, может быть, было какое-то заболевание глаз. Но это отдельная история, не связанная с данным текстом. «В страхе и в великом трепете». «Страх и трепет» — часто встречающиеся слова в текстах Священного Писания, но которые относятся не к страху животному, а к страху и трепету во Христе. Когда человек сталкивается лично с Богом, а мы вспоминаем с вами слова Священного Писания, «встрашно впасть в руки Бога Живого». Человек пребывает в страхе и трепете, благоговейном, высоком, величественном, божественном трепете. А никак можно понять, что апостол Павел кого-то боялся или трепетал перед властями. Здесь речь идет немного о другом. Конечно, он это говорит как раз-таки к тому, что коринфяне совратились некими лжеучителями, которые склоняли их на свою сторону и унижали апостола Павла, считая, что он лжеапостол, что он идет не по вере, которую проповедуют остальные апостолы, что он на самом деле увлекает людей в ересе, что он слабый апостол, со слабой речью и так далее. Но апостол Павел уделяет здесь внимание тому, что люди, которые его слушали, они ведь приходили в это состояние, и он был в этом состоянии. А это значит, что они действительно встречались лично с самим Богом. Не в лице апостола Павла, а в Слове Божьем, который он проповедовал. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не в мудрости человеческой, но на силе Божьей». Есть разные формы принятия веры. Так, некоторые люди воспринимают веру с точки зрения эмоций. Они называют, можно их назвать психиками. Это неплохо, но это утверждение достаточно зыбкое, потому что эмоции приходят и уходят. Более того, мы встречаем с вами на страницах Евангелия, когда Господь порицает ожидание каких-то чудес, видений, ощущений. Ищут знамения, чудо. Почему? Потому что вера, основанная на чуде, уступает по своей силе и по своей утвержденности вере, основанной на принятии тех божественных истин, которые Господь Иисус Христос предлагает в своем учении, в своей проповеди. Поэтому апостол Павел здесь говорит, что еще большую веру мы можем получить, основанную на силе Божьей, на силе божественных слов, действительно на соприкосновении с этой божественной высокой проповеди, а не на убедительных и логических словах, ведь логику, убеждения использовали и философы на протяжении многих-многих лет. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог преждевеков к славе нашей. Мудрость. Уже мы с вами говорили, что мудрость или София, премудрость, мудрость. Апостолы проповедуют между совершенными, но что есть совершенность? Сегодня слово «совершенный» чаще всего воспринимается нами как некое подтверждение красоты, мудрости или каких-то, может быть, даже внешних и внутренних качеств человека. Но греческое слово, стоящее за словом «совершенный», а точнее его библейское восприятие, скорее говорит о том, что человек целесообразный. То есть он отвечает той цели, которую, или исполняет ту цель, которую вложил в него Господь. Вспоминаем с вами халкидонский догмат. Господь Иисус Христос называется совершенным человеком. Это говорит не о том, что он был каким-то невероятно прекрасным образом сложен физически, или каким-то образом он был, просто выделялся среди всего остального народа своей красотою или мудростью. Это говорит о том, что Иисус Христос выполнил то предназначение, которое было изначально заложено Богом в творении Адама. Это нашло свое отражение в дальнейших богословских измышлениях апостола Павла, что Христос – это новый Адам, второй Адам. Первый не смог быть совершенным, он не выполнил тех потенций, которые были в него заложены. А Христос как раз-таки их исполняет, делает эту цель реальной и достижимой в нем, в самом. И человечество во Христе этого достигает. Мудрость мы проповедуем между совершенными, то есть еще одно, один перевод этого греческого слова «совершенный» говорит нам о муже, пришедшем в совершенное сознание. Апостол Павел будет не раз обращаться к различным аналогиям по этому поводу. «Но мудрость Софию не века сего и не властей века сего приходящих». Что значит мудрость века сего? Века сего – времени этого, но не только времени. В понятии Священного Писания некоторые термины звучат в переводе на русский несколько по-иному, они требуют определенного комментария. Так, например, «возлюби Господа всем сердцем», нам всегда кажется, что это «возлюби Бога эмоционально, чувственно», а речь здесь идет о разуме, потому что библейское понимание разума, который находится в сердце, мысли в сердце и так далее. Так же и с мудростью века сего. Век сей – это история этого мира, это вообще, в принципе, все, что тем или иным образом соприкасается с координатой времени, в контексте которой мы с вами проживаем сегодня. Мудрость века сего, она иная. Дальше. «Или властей века сего приходящих». Слово «приходящих» понятно, изменяющихся, приходящих и уходящих. Но здесь нужно еще обратить внимание на то, что слово «власти» можно понимать в двух возможных вариантах. И, скорее всего, сам апостол Павел мог оставить эту двусмысленность намеренно. Власти, которая политическая, религиозная, и власть дьявола. Господь называет дьявола «князь века сего», «князь мира сего», точнее. «Так вот, иначе бы не распяли Господа славы». Вот, как об этом говорит апостол Павел. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познал, то не распяли бы Господа славы». Страшное событие, которое на самом деле явилось неким переломным моментом. И одним из важных сторон проповеди апостола Павла – это распятие Господа Иисуса Христа, вообще проповеди апостолов, это важный момент. Естественно, это проявление зла в этом мире. И если бы познали Иисуса Христа, если бы познали славу Божию и премудрость Божию, сокровенную, тайную, неявную, то тогда бы не распяли Господа славы. Человек в своем восприятии мира через лжееменный разум, о котором говорят многие святые отцы, в том числе святитель Игнатий Бринчанинов, вы можете обратить внимание на его аскетические опыты в данном случае, человек мыслит искаженно посредством вот этого падшего болезненного состояния. И из этого следует, что выводы могут быть неправильными, взгляд на те или иные вещи может быть искаженным. И из-за этого люди решаются на убийство Бога человека, Господа Иисуса Христа. Но как написано, не видел того глаза, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Да, это исхатология апостола Павла. Скорее всего, это достаточно вольное приведение стиха из пророка Исаии. Но нужно также обратить внимание на следующее. Когда человек своим разумом, привыкшим именно к формату времени, начинает рассуждать о будущем воскресении мертвых, о жизни будущего века, о котором особенно ярко думали христиане первых веков, ожидая это с минуты на минуту, то, конечно, у нас с вами не укладывается в голове, как эти миллионы и миллиарды человек восстанут из гробов. Как все это будет происходить? Где они поместятся? Как они могут вообще жить на одной планете? Такое небольшое для такого громадного количества людей. Но апостол Павел здесь правильно относит нашу мысль к другому. Мы не можем, это будет для нас неожиданностью, мы не можем представить, как это будет. Но это будет. И предмет того, что будет, является нашей верой. Мы с вами ежедневно в своем молитвенном правиле на богослужениях читаем сим или поем символ веры, где говорим, что мы ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. «А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии». Дело в том, что здесь необходимо, конечно, всегда опираться на то, а в чем упрекали апостола Павла. Его упрекали в недостаточной красоте, может быть, простоте проповеди. Но он здесь говорит, что предмет его проповеди, наполнение и содержание его проповеди – это слова Божии. Это то, что внушено было духом святым, сошедшим на апостола Павла, как и на всех остальных апостолов. Это должно было придавать легитимность его словам. Более того, должно было придавать особенную силу его словам. И в глазах читателей данного послания. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от духа святаго, соображая духовное с духовным». Дальше он начинает раскрывать эту тему. Тему познания, тему гносеологии, можно даже так сказать. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». И здесь нужно обратить внимание на следующее. Здесь апостол Павел оперирует понятиями гносеологии философа Эмпидокла. Подобное познается подобным. Поэтому душевный человек не может понять духовного, а духовный судит обо всем. Здесь, конечно, необходимо тоже сделать небольшой комментарий. А кто такой душевный человек? Ведь сегодня, в сегодняшней стилистике, на основании тех или иных произведений классической литературы и нашего современного словесного обихода, мы с вами используем слово «душевный» к человеку доброму, компанейскому, с которым хорошо вместе провести время. Но апостол Павел явно имеет немножко другого человека. Здесь мы можем с вами отнести наш взор к книге «Бытия», что человек стал душою живою. Душевный человек – это человек, живущий данной природой, данным временем. Душевный человек – это человек, который не задумывается о духовном, недуховный, то есть не соединившийся с Духом Святым, неодухотворенный Духом Святым, который изливает Бог в своею благодатью, несоединенный в этом плане с одним из лиц Пресвятой Троицы. Поэтому душевный человек не может судить о духовном. Дальше. Нужно сказать здесь и о следующем, что в православном богословии существует два богословских мнения – дихотомия и трихотомия. Дихотомия – это тоже часть святых отцов придерживается мнения, что человек – сложное существо, состоящее из двух составных частей – это тело и душа. А трихотомия – это учение о том, что человек состоит из трех составляющих – это дух, душа и тело. Апостол Павел здесь использует слово «душа» и слово «дух». Соответственно, он, наверное, трихотомист. Но на самом деле и те, и те святые отцы ссылались на те же самые послания апостольские, и библейское мнение больше, конечно, относит нас к дихотомии. Но дух воспринимается как некое высокое состояние души, а душа – как более плотские – чувствования, желания, эмоции, похоти. Мы с вами продолжим разбирать послания к Оринфинам в следующих роликах. Спасибо за внимание.